Победительницей конкурса «Открой для себя Колыму», а также конкурса туристической фотографии «Зимняя Россия» стала учитель английской гимназии Пика Елена. Награждение жительницы Магадана, педагога-организатора и по совместительству фотографа-любителя прошло 11 февраля в галерее спортивной славы спортивного комплекса «Металист». На фотоконкурс Магаданка отправляла снимок зимнего острова Монах, увенчанного крестом. Елена поделилась своей любовью к местной природе. «Хочется показать, что у нас очень красивая природа, у нас хорошие, замечательные люди. Мест красивых у нас на самом деле очень много. Есть места, которые как бы и недоступны. Ну, например, я бы очень хотела на озеро Джека Лондона». Одним из важнейших проектов регионального отделения стала экспедиция в Гижигинск. Проект «Гижигинская археологическая экспедиция» победил в конкурсе грантов Русского географического общества. Гижигинск располагался в Северо-Ивенском округе Магаданской области, на левом берегу реки Гижига, в 18 километрах от ее устья. По историческим данным, в 1927 году из-за эпидемии, возможно, чумы, жителей, которых можно было вылечить, отправили в соседнее село Кушка. Остальные умерли в своих домах. После остатки города сожгли. Первый этап археологической разведки прошел еще в 1990 году. В 20-м участники экспедиции второго этапа археологических раскопок произвели исследование 20 квадратных метров территории в условиях вечной мерзлоты. Общая площадь кластера составляет более 1000 квадратных метров. Было найдено множество ценных реликвий, уточняющих исторические данные о деталях существования данного поселения. Были найдены монеты 1937-38 года. До этого было предположение, что город Гижигинск прекратил свою деятельность до 1935-1936 года. А так как найдены монеты были именно на глубине, это говорит о том, что город еще существовал. Также Александр отметил историческую роль данного населенного пункта. Одна из версий, что мирный договор с Чукчами и Российской империей был подписан именно в городе Гижигинске, который прекратил межусобную войну между племенами воинственных Чукчей и Российской империи. Встреча также была приурочена знаменательному событию. 24 декабря прошлого года под руководством Владимира Путина Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации утвердила профессиональный стандарт специальности географ. Теперь существуют 4 новые профессии, связанные с географией.